вы же чувствуете этот зуд хочется качественного мужского контента что про оружие осмотришь в тренды и понимаешь что там втирают какую-то дичь и этот зуд и под ложечкой сосет надо надо хорошего контента ну так вот вам канал headshot airsoft там вы найдете много нет много обзоров страйкбольного и не только вооружение а еще там есть эксперименты юмористические ролики и ну очень атмосферный сериал по сталкеру реально смотришь ролики и понимаешь что ребята пилят контент с душой и лично меня это завсегда радует в общем интересующимся тематикой сходите гляньте ссылка в описании привет ребят работенку вот нашел на выходных чисто подрабатывать баблишку поднимать заодно вот на стрельбище время проводить считай на расслабоне работаю эй как там тебя меч мэтт ты это работай давай да сэр разрушительное ранчо перевод и озвучка зёброй привет с разрушительного ранчо сегодня получается типа вторая часть предыдущего ролика про дезерт игла видели наверное пару недель назад в том ролике мы стреляли по этой пластине и я тогда понял что пластинка это слишком прочная для дезерт иглов и надо чё-то побольше да потолше эту пластинку прислал мне зритель из флориды брендон пасиб чувак это два куска металла сцепленные воедино вот эта сторона из стали ар 500 это стандартная сталька для бронепластин а эта сторона из карбида хрома по словам бреннона эта штука очень прочная но очень хрупкая если смотреть сбоку видно оба металла это стали ар 500 а это карбид хрома то есть он у нас спереди и он уже подстреленный стреляли мы 357 44 магнум и 50 мае все без толку тут видно крупные такие трещины они были здесь изначально думаю появились в процессе охлаждения сплава а вот в местах попадания вот тут ничего тут вот кажись это 50 ае ничегошеньки ничего лейтенандэн доброго дня дорогой ты не против надеть броньку для сегодняшнего ролика мужик знал что ты не подведешь брателло шикарно смотришься это тут не скотч а вполне себе тактический жилет замаскированный под намотанный скотч чтобы люди вокруг думали ты тупишь конкретно надели нет вот его мы и надели она оказалась довольно мощной пластинкой ну а я довольно мощный чувак с кучей довольно мощных пушек забыл довольно мощный штатив дома так что ролик будет слегка отвратительно снят что в принципе мне не в новинку но 357 магнум 44 магнум и 50 ае уже словлен это известно так что наверняка и 9 миллиметров пробьет но я хочу вам ребят показать что пластинка мощная так что начнем стандартно с 9 миллиметров из моей береты а где магаз потерялся нашел 9 миллиметров оболочечные из береты с глушачком шикардос опа снесло нам весь скотч с первого выстрела да держаться она будет не долго окей вот и минус нашего жилетика кажись то что выглядит скотчем скотчем и является ну это прототип дальше все будет лучше обратно нацепил и как вы догадываетесь от 9 ничего нет ну и конечно же это полностью обновленная так сказать вторая версия жилета плитоносца с встроенными микрофибровыми неважно вы могли подумать по предыдущему кадру мэтт кажись у тебя таки есть штатив потому что камера так ровно держалась когда стрелял я забыл что у меня таки есть штатив здоровый такой штатив и камера ставится вот сюды отлично этот не пробьет но попробовать хочется посмотреть что будет просто убедиться это 5 7 стреляем калибром 5 и 7 на 28 зеленым носиком не ну и по сути это маленький винтовочный патрон в пистолете у него высокая скорость проникает во все отлично если хотите напиться опрокидывайте рюмашку каждый раз когда я говорю про проникновение лады посмотрим что будет я ставлю что останется крохотная царапка прям крохотнющая но без вмятины идем глядеть вообще это вышло нашей лучшей царапкой и или вмятинкой конечно не пробило трещин новых вроде как не появилось так что думаю надо повышать но к винтовкам я еще не готов переходить а может зарабашь 12 калибр стреляем 28 граммовым магнумовским пулевым и эта пуля обладает вагоном энергии и бьет она очень мощно но это свинец оболочки нет то есть проникновение не ее конек еще тут площадь контакта здоровая что тоже мешает проникновению но думаю у нее очень высокий шанс разбить этот карбид хрома он же вроде хрупкий больно будет ох блин погнали да без б вопрос решает на раз два результаты опроса ничо кажется нет тут вмятины не как новенькая пора повышать до настоящего винтовочного патрона из настоящей винтовки но перед тем как продолжить мэтт благодарит спонсора ролика классное браузерное расширение хани которая пока вроде как не работает в наших пенатах а я благодарю канал хэдшот эйрсофт который проспонсировал создание перевода этого ролика кстати чисто технически мэтт тоже благодарит канал хэдшот эйрсофт так что мы с мэттом рекомендуем вам сходить к парням по ссылке в описании пошли в ролик дальше 7.62 на 39 стандартный калибр для калашникова но калаша у меня с собой нет и эта штука выглядит будто химера из ар-15 и калашникова поэтому и называется она араком ар и ак это арак в калибре 7.62 на 39 видно это вот по здоровому банану торчащему вместо магаза и он прекрасен для нашего тестика но знаете что сделает его прекраснее прекрасного например глушитель на конце это у нас амтековский глушитель мантис пи по 30 калибр что в них круто я не кстати недавно узнал это наствольный глушитель то есть прям тут на конце резьбы нет резьба находится ну вроде немного видно правда фокус не ловится глубоко короче резьба сантиметрах в десяти то есть крепится он не как обычный глушак у которого тут резьба и он накручивается на конце ствола нехило так удлиняя всю пушку этот глушак надвигается вот досюда резьба наверное где-то вот тут находится вот так он сидит то есть намного короче выходит после дульного среза торчат всего полтора десятка сантиметров но внутри все равно достаточно объема для приглушения звуковыстрела свол зашел примерно вот досюда то есть в этом глушаке хватает объема как в обычном глушителе но он не торчит на десяток с лишним сантиметров дальше мне очень нравится арак в целом с глушителем я его не пробовал пальнул сейчас разок чисто убедиться что все работает это прикольно короче арак же двусторонний то есть выброс делаешь на любую сторону это плюс если ты левша мне то пофиг я правша так что пользую только эту сторону но проблема в том что когда цепляешь на него глушитель отсюда выходят газы но в любой пушке из окна сольной коробки прут газы но обычно этого не замечаешь потому что газы выходят вот сюда а тут отсюда они тоже лезут то есть при каждом выстреле давление тут больше обычного и отсюда вылетает такое облачко горячего газа прямо мне в морду вообще не прикольно прикручу ка я тут газ чтобы этого не было можно конечно просто снизить но у меня так и было и облачко меня все равно обдало вообще не прикольно так что и дать глушак на ней не останется но сейчас отвод перекрыт автоматика работать не будет и на мне наушники потому что это сверхзвуковые патроны и когда я стреляю ими без ушек пушка то не громкая а вот преодоление звукового барьера пули это громко давайте посмотрим что будет с нашей бронепластинкой я вам щас газ откручу и покажу но стрелять возле лица не буду потому что это фиговое ощущение это просто круть пушка в землисто зеленом с антековским землисто зеленым наствольным глушителем но не самое ли это желанное гостье в мужском хозяйстве что-то в последнее время я только и говорю что о гребаном проникновении до мужском хозяйстве 7.62 на 39 оставил таки вмятинку думаю он даже смог сделать прям крохотную выбоинку и это первый патрон который сделал этой пластинке больно если вы хоть как-то смотрите этот канал то знаете что если нужно проникновение нужна скорость обычная r15 в калибре 5.56 это кстати очень прикольный пример когда пригодился бы на свольный глушитель потому что он сидел бы вот так зашел бы прямо в цевьё тут как раз достаточное отверстие сделано чтобы глушак зашел внутрь все еще горяченький и сидел примерно так круто смотрелось бы только калибр неподходящий может свол под трехсотый блэкаут нацепить я думаю результат 5.56 будет похожим маленькая вмятинка может опять же коцка но не знаю короче не особо дезертек срс эта пушка давненько не появлялась на канале некоторые считают если пушки не видать я ее продал и я больше пушки не продаю разрушанчики после условного сигнала соберутся и будут готовы к чему угодно зомбям там террористам или нападению на нас канады я слежу за тобой канада поэтому если что надо будет всех вооружить магас опять потерял я думаю он не пробьет на 99 процентов уверен что он таки не пробьет эту пластинку запарился подымать и ё-моё наконец-то ее победили и пуля насквозь вышла то есть пластинка эта сперва вообще не поддавалась да тут сдалась по полной сталька сзади кажется вообще ничего не решает что заставляет меня сомневаться в том что это стали r500 потому что она конечно тоненькая местами вот например тут но это почти 6 миллиметров стали r500 давайте еще разок пальну для верности теперь пуля не пробила мы что в слабое место попали ох блин почти вышло пуля наружу не вышла но прям почти почти проломила карбид хрома и почти вылезла из задней пластинки я тут кое-чего хочу попробовать чисто ради науки мы знаем что получится но все равно же хочется на это посмотреть да это 50ый бмг первым идет бронебойно зажигательный его и зашлем я не собираюсь стрелять больше одного раза потому что думаю мишеньку снесет и размотает после выстрела но зарядил патронов чисто на случай если вдруг огонь он еще жив два выстрела литеран дэн ты зверь братан это у нас был бронебойно зажигательный как я понял тут кругом следы горения и эта дыра намного меньше чем от обычной оболочечной это будто дыра от 50ки а это будто от мяча для гольфа вот видно что эта пластинка которая сзади очень гибкая она просто вся выгнулась а вот здесь никакого выгибания только с мясом выдраны куски обломлены то есть спереди метал намного более прочный и вместе с тем хрупкий а этот метал помягче и погибче я не знаю осознаете ли вы но на этом канале уже 5 миллионов подписчиков вы крутые никогда не думал добраться до 5 миллионов если так подумать это сумасшедшее число 5 миллионов людей а если сложить все три канала получится больше миллиарда просмотров на трех каналах с ума сойти говорю им спасибо еще не знаю заметили ли вы но я сегодня честную разнообразие не все пушки созданы хромированными или черными надо и землисто зеленые пускать иногда в эфир если вы заметили я сегодня притащил исключительно пушки в цвете флет даркерс землисто зеленым я решил с ними надо заснять ролик исключительно цвет фде землисто зеленый и вы гляньте насколько они офигенны я прям обожаю сочетание фде и черного смотрится шикардос еще не знаю заметили ли вы что я смайлика настрелял да спасибо всем кто заказал алкоголичку с дыркой от пули мы вышлем их вам очень скоро после моего финального мазка офигеть сколько там стрелять надо но спасибо за поддержку думаю майка вам понравится да и сама идея классная все офигенно только заказать такую больше нельзя распродажа окончена сори если вы опоздали но кто заказал скоро пришлем спасибо за просмотр люблю вас и до встречи спасибо за просмотр я доктор типа